Всем привет! Теории грузовиков будущего всегда будоражили головы современных инженеров. Хотя и конструкторов прошлого они тоже будоражили. Чего уж тут. HDC-6 Neptune с виду напоминает голову ксеноморфа, чудища из фильма «Чужой» и космический корабль из игры EVE Online. Как говорят в интернете, он сочетает в себе черты как современного тягача-рефрижератора в стиле Uber, так и определенные характеристики ретро-футуризма. Тягач и полуприцеп придумывали в едином стиле. Машина относится к максимальному восьмому классу грузоподъемности. Инженеры стремились к хорошей аэродинамике, что достаточно логично. В будущем ожидаются проблемы с ископаемым топливом. Его надо будет экономить. Дизайн машины отправляет нас немного назад во времени к представлениям о грузовиках будущего, но и защитимого дальнего прошлого. Это достигается с помощью обводов кабины и ребристой панели, которая поясывает автопоезд. Вообще, Нептун сделан под впечатлением от поездов-стримлайнеров в стиле арт-деко 20-х годов. Некий дизайнер Генри Дрейфус приложил руку к созданию этого стиля. Он делал разного толкозабористый дизайн для железной дороги Нью-Йорка. Продолжим о панели. По задумке, она является еще и решеткой радиатора. Да, к слову, согласно проекту, грузовик должен был ездить на водороде. Опять же, отсылка к топливной проблеме будущего. Соответственно, силовая установка должна будет хорошо охлаждаться. Также по этой решетке водитель или робот-муравей узурпатор всего сущего на земле из далекого будущего должен будет попадать в фаршированную всем оборудованием кабину. К сожалению, Hyundai пока не раскрывает изображение будущего водительского места и характеристик установки. Немного о полуприцепе. О нем известно, что это прокачанный рефрижератор, который будет работать на азоте. Да, бытует мнение, обоснованное разными аргументами, что так матери природе проще терпеть присутствие таких машин на земле. Помимо этого, специалисты говорят, что так получается экономичнее и эффективнее пользоваться рефрижератором. Также известно, что крыша, передняя панель и стенки полуприцепа сделаны одним куском из технологичных полипластироловых сэндвич-панелей. Говорят, они обладают меньшим весом, хорошей термоизоляцией и просто изготавливаются. Что касается общего перехода на водородный транспорт, то сложно сказать, когда это случится окончательно. Но глядя на такие концепты, понимаешь, что будущее предполагается, если не слишком чистое, то определенно красивое, хотя бы местами. Несмотря на то, что это неофициальный рендеринг грузовика будущего под маркой Audi, мы можем увидеть подобные автопоезда на дорогах в конце 21 века. В отличие от пассажирских автомобилей, развитие грузовиков идет гораздо более медленным темпом. Большинство моделей, которые вы видите на дорогах, мало чем отличается от грузовиков, выпускаемых 15-20 лет назад. Например, большинство современных тягачей Kenward очень похоже на модели 70-х годов. И хотя Tesla 7 представили грузовик будущего, он все равно разработан в начале 21 века. Audi HMV это совсем другая история. Так мог выглядеть Optimus Prime, если бы у него было немного больше воображения, и если бы его образ не основывался на комиксе 80-х годов. Проект разработал дизайнер Джереми Дотт, который наполнил автопоезд различными элегантными дизайнерскими элементами. Например, автопоезд имеет 5 задних огней, 3 на трейлере и 2 на тягаче. Последние встроены прямо в задние колесные арки. Можно предположить, что такой тягач будет оснащаться электромоторами и будет способен двигаться в полностью автономном режиме. Вы когда-нибудь задумывались о том, как будет выглядеть грузовик Bugatti? Скорее всего, компания в ближайшие несколько десятилетий не решится на разработку грузового автомобиля. Но никто же не мешает нам немного помечтать, правда? Одного взгляда на этот проект достаточно, чтобы сразу же вспомнить уже довольно старый фильм с Уиллом Смитом в главной роли Я-робот. Я очень надеюсь на то, что каждый из вас уже успел его посмотреть. Тогда вы вспомните сцену с нападением роботов-убийц на футуристический суперкар Ауди, в котором ехал Уилл Смит. Так вот, робот перевозил грузовик, очень напоминающий по стилистике тот, что вы видите на этих рендерах. Кстати, в фильме Элизиум космический корабль назывался Bugatti. К сожалению, об этом почти никто не говорит. Этот же Bugatti Hyper Truck был разработан парнем по имени Пратюш Дивадос, который работает старшим дизайнером по интерьерам в компании Don Fang. Ему удалось создать нечто, что напоминает скорее ручной блендер, чем многотонный магистральный грузовик. Его гладкий кузов направляет наш взгляд в переднюю часть, где расположена кабина очень странной формы. А еще у него всего одна вертикальная фара и, вероятно, по замыслу создателя, грузовик Bugatti может передвигаться в частично автономном режиме. Если вы внимательно посмотрите на кабину, то обнаружите там место для водителя и привычное рулевое колесо. По центру шасси, примерно в районе центра тяжести, находится светодиодная подсветка красного цвета, а стилизованные инициалы Этар и Bugatti нарисованы возле стеклянной грузовой двери в задней части. А колеса просто шикарны. Что же может перевозить этот чудо-грузовик? Конечно же, не арбузы из Абхазии, а лишь суперкары одноименной марки. Это был бы идеальный гоночный транспортер или средство доставки эксклюзивных суперкаров их владельцам. А это автономный электрический тягач Volvo Vero, у которого даже нет кабины. Планируется, что в ближайшем будущем такие грузовики будут массово применяться в логистических центрах и портах. Volvo Vero оснащен полностью электрической трансмиссией. Компания не сообщает отдачу силовой установки Vero, но ее мощность должна быть в районе 185 кВт. Она питается от литий-ионных аккумуляторных батарей емкостью от 100 до 300 кВт в час, что обеспечивает дальность хода до 300 км. Одним из ключевых элементов, который подтвердил концерн, является возможность Volvo Vero работать в паре с любым стандартным полуприцепом, полной массой до 32 тонн. Volvo считает, что такие транспортные средства, как Vero, окажутся особенно полезными в отраслях с большой зависимостью от грузоперевозок. Volvo Vero будет постоянно подключаться к облачному сервису и центру управления транспортом, который следит за всеми системами грузовика, включая его положение на дороге, состояние груза, необходимость технического обслуживания и другие параметры. Дальше хочу показать еще один грузовик под брендом КАМАЗ. Он создан российским дизайнером Артемом Трофименко. Концепция КАМАЗа будущего была создана еще несколько лет назад, но далеко не все ее видели. Те же, кто имел шанс оценить проект, разделились на два лагеря. Одни пришли в восторг от смелых форм и использованных идей, другие оказались ярыми противниками. Надо отметить сразу, что с современными серийными КАМАЗами проект Артема не имеет ничего общего. С натяжкой к схожим элементам можно отнести переднюю решетку, которая формой напоминает новый КАМАЗ 54901, но сходство очень тонкое, едва уловимое. Главной фишкой проекта является панорамная крыша кабины, а если быть точнее, то это даже не крыша, а целый колпак. Лобовое стекло, боковые окна и крыша представляют собой единую стеклянную деталь. Надо отметить, что выглядит это очень любопытно, но такое решение лишено практичности и даже опасно. Посудите сами, каждый из нас как минимум раз в два года получает скол от камней в лобовое окно. Если вы посмотрите на передние стекла грузовиков, то увидите, что они все покрыты трещинами. Замена даже стандартного лобового стекла очень дорогая процедура. А теперь представьте, во сколько может встать замена целого колпака. Но даже не в этом основная проблема такого решения. Конечно, колпак выглядит футуристично, а обзорность из кабины просто потрясающая. Но как же с безопасностью? Что будет с водителем и пассажиром, если грузовик завалится на бок? Ведь тут нет совершенно никакого каркаса безопасности, который мог бы сберечь их жизни. Очевидно одно, при существующих в настоящее время технологиях и материалах изготовления и безопасности, эксплуатация подобного решения не представляется возможным. Сначала придется придумать не бьющиеся стекла, сравнимые со сталью жесткостью, прежде чем внедрять такие колпаки. За черный цвет и суровый внешний вид пользователи сети на рекликамаз с десептиконом. Интерьер кабины выполнен в минималистическом стиле. Нечто похожее мы видели в электрическом грузовике Tesla 7, представленном примерно в то же время. Тут установлена пара вращающихся кресел с подлокотниками, а покрытие пола похоже на натуральное дерево. Передняя панель представляет собой цветной дисплей, на который выводится вся необходимая информация. Трехспецовой руль, гордо несущий логотип КамАЗ, имеет оригинальную форму со скосами в нижней части. А нравится ли вам этот прототип? Хотели бы, чтобы будущие КамАЗы были похожи на это? А что скажете про стеклянный колпак? Пишите в комментариях. А на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно комментируйте и делитесь в соцсетях с друзьями. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok